Всем привет! Продолжаем знакомиться с великими мастерами, художниками. Сегодня я хочу показать вам работы Жана Фукея. Французский живописец, первый мастер французского возрождения. Портретист, миниатюрист, глава Турской школы. Я зачитывал Википедию, сведений достаточно мало. В Википедии какие-то сторонние сайты, которые я нашел в интернете. Так вот, свидетельства жизни художника сохранилось крайне мало. Родился в городе Тур, в долине Луары. А это было место резиденции французских королей Карла VII, Людовика XI и главный художественный центр Франции. Возможно, в начале 1440-х годов Фуке учился в Париже. Затем первым и французских художников отправился в Италию. И познакомился с искусством итальянского возрождения. Между 1444 и 1446 годами он пишет портрет Папы Евгения IV, который вызвал восхищение итальянцев. Через некоторое время он возвращается обратно в Тур, женится, открывает свою мастерскую. Работает при дворе Карла VII, Людовика XI. Через некоторое время получает титул королевского живописца. Выполняет заказы самых знатных особ Франции. Меценатами и заказчиками Фуке были семьи королев. Казначей Этьена Шевалье и канцлера ее божеведнеля Дезюрсейна. Шедевром Фуке являются миниатюры Часослова Этьена Шевалье. Часослов Этьена Шевалье. Иллюминированный манускрипт. Часослов носит имя своего владельца Этьена Шевалье, который начал свою карьеру, пользуясь покровительством королевских фаворитки Агнессы Сорель. Был государственным деятелем, секретарем, финансовым советником, королевским казначеем и впоследствии дипломатом при дворе короля Карла VII и его сына Людовика XI. Информация. Оформленный Фуке Часослов не имеет себе равным по художественным достоинствам. Особенно хорошие миниатюры Благовещины, встречи Марии, Елизаветы и другие созданы на сюжеты священного писания. Где-то в конце 1450 года мастер создал иллюстрацию к сборнику новелл Джованни Бокаччо. Миниатюры круписи больших французских хроник. Фуке прославляет французский королевский дом, жизнь которого протекала в пирах, торжественных церемониях. Это миниатюры Карла Великий, находит тело Роланда. Пир в честь Карла IV, коронование Карла Великого. Как пишет в Википедии, драгоценным наследием Фуке является миниатюра к иудейским древностям древнееврейского историка Иосифа Флавия. Это строительство Иерусалимского храма, взятие Иерихона и т.д. В этих миниатюрах художник выступил как мастер батальных сцен. Чаще всего Фуке изображал свои модели, минуты молитвы. Поэтому герои его произведения кажутся погруженными в собственные мысли. Они как будто бы не замечают ни того, что происходит вокруг них, ни зрителей. Интересный факт миниатюра «Суд над герцогом Алансонским» в 1458 году, представляющая на одном листе более 200 персонажей. Несмотря на огромное количество фигур, изображение не сливается, а композиция остается четкой и ясной. Его работа – это история, описывает исторические события, они указывают на умение автора великолепно передавать пространство. Многие работы Жанна Фуке отличаются тонким лиризмом, создаваемым благодаря спокойным и поэтичным пейзажам. После своей смерти, между 1478 и 1481 годами, Фуке был надолго забыт. Его творчество было вновь оценено лишь в XIX веке, благодаря интересу представителя романтизма к средневековому искусству. Ну, собственно говоря, вот и все, что мне удалось найти о французском живописце, первом мастером французского возрождения, портретистом, миниатюристом, главой Турской школы Жанном Фуке. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok